Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Местик. Сегодня 10 сентября 2020 года. У нас утро. Все бодры, активны, веселы. Сейчас будем делать видео с малышами на продажу поподробнее и поближе. Начнем с красавца Деконта, потому что вчера мне звонила подписчица нашего канала и говорила о том, что она хочет приобрести у нас щеночка. Каждый день смотрит наши видео, но так как щенков в комнате много, они все вот так вот бегают, играют. Уже в глазах, что называется, все путается. И сегодня в видео я буду показывать отдельно каждого щеночка и рассказывать про него. И одновременно отвечать на вопросы моих покупателей, здоровеньких ли щеночков мы продаем. Как определить вот так зрительно здоровье щеночка, скажем так, если вы пришли покупать, приобретать щенка, как можно определить здоров щенок или нездоров? Ну, во-первых, смотрите на поведение наших щенков. Конечно, я уже неоднократно говорила о том, что вот таким образом играть, бегать, веселиться они делают это не постоянно, а скажем так, какое-то количество времени детишки играют, бегают, веселятся. Далее потом кушают, например, и ложатся спать. Поэтому, если вы пришли в тот момент, когда дети спят, вам трудно будет определить, скажем так, многие почему-то считают, что и характер щенка можно определить именно таким же. Ох, 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 слишком разыгранные. Хотела и малышечку, слишком разыгранные. Вот, потому что щенок с просунью, он не будет, конечно, вот так вот сразу выбегать к вам, вы пришли его выбирать, все проснули, сразу выскочили и начали играть. Нет, конечно, ребенок спал, он сначала должен встать. Первое, что они делают, писают и какают. Вчера на видео как раз я делала, разговор был про корма, и одновременно, когда я делала видео, у нас щеночек сходил на пеленочку, покакал, сделал свои делишки. По, скажем так, состоянию какашечки можно также определить состояние здоровья щенка. Не обязательно, это не говорит о том, что если стул разжижен чуть-чуть, это прямо сразу больной щенок. Бывает разжижение стула и от питания, кто-то что-то переел, часто от свежих овощей слабит, от тыковки слабит, если они много ее съели. Далее, какие-то переизбыток в питании того же белка, белковой пищи. Как мне вчера писали в комментариях, корм, роял, канин, говно, там мясо не найти. Если чихуашки в сутки, в сутки, вот этой взрослой собачке, по граммам, нужно 30 грамм мяса, 30 грамм, вы представляете, это кусочек сантиметров 5, это на взрослую собачку. Если у нас маленький щеночек, мы вчера разбирали количество вот этого корма, 29 грамм мы разделяли на несколько кучек кормления щенка. Получалось по несколько горошин вот этого корма на одно кормление, чтобы несколько раз в сутки покормить питомца. Микроскопический 5-сантиметровый кусочек мяса делить также на 5-6 кормлений, еще более, скажем так, проблематично. Поэтому давайте не будем забывать, что переизбыток, вот так вот, видите, какает на пеленочку у нас ребенок, как положено, это многоразовые пеленки, наш туалет. Какашечка достаточно плотненькая, сформированная, значит на сегодняшний день с животиком у малыша все, слава богу, значит с питанием у нее тоже все, слава богу. И если вот идет какой-то переизбыток того же даже белка, количество мяса в питании вашего питомца, тоже приводит к разжижению стула. Поэтому за стулом своего питомца, за его кокулечками следим внимательно, обязательно. На протяжении всей его жизни и молодой собачки, и взрослой собачки, и старенькой собачки, и щеночка. Состояние, как выглядит его кокуленька, часто говорит о том, как чувствует себя собачка. Да, если это жидкий какой-то стул, то это бывает и симптом какого-то заболевания, и просто какого-то сбоя в организме, что-то собачка перекушала, и у нее разжижился стул. Поэтому надо быть внимательным и смотреть не только на, скажем так, состояние кокулечек, но и на общее поведение вашего питомца. Вы прекрасно понимаете, что ни собачка, ни человек, если он себя хорошо чувствует, он не будет вести вот так себя активно, бодро и весело. Если даже у него заболит животик, навряд ли он будет веселиться вместе со всеми, носиться, играть и активно кушать. Хороший аппетит это также признак состояния здоровья вашего питомца. Если собачка по каким-то причинам отказывается от еды, значит опять что-то надо внимательно наблюдать за питомцем, что не так. Просто она сыта, в данный момент она не хочет кушать. Может быть ее что-то напугало, она сейчас вот не готова кушать. Поэтому я уже неоднократно говорила о том, что мисочки с сухим кормом у меня стоят в свободном доступе. Недоедание и переедание. В принципе, если у вас стоит постоянно сухой корм в мисочке, вот так как у Дайнерис, вот она бегает, кусочки какие-то схватила, играет с игрушкой, одновременно жует. У нее эти кусочки, видите, растасканы по всей вон кровати. Маловероятно, что она тут переест или не доест. Потому что больше чем положено она не съест. Вот у нас если кто-то особо жадный начинает переедать не от голода, а что к другому не досталось, как правило, это все выходит обратно, извините за выражение, в виде рвоты. То есть он вот переел и вышел, отрыгнул это лишнее. Насчет, скажем, плохой хороший корм по количеству белка. Ну, я уже сказала, что переизбыток белка в организме, особенно растущего чихуа, может привести к разнообразным заболеваниям. Даже мы с вами разговаривали на тему слабого места карликовых пород собак, коленная чашечка, пателоразвитие при неправильном выращивании и кормлении. Опять-таки, про корм, насчет много в нем мяса, мало в нем мяса, отсутствует ли в нем мясо. Я уже неоднократно говорила о том, что корм, так как собачка маленькая, вчера мы делили эти кусочки корма на несколько кучек, получается по 10 горошин. Но в сбалансированном корме всегда добавлены витамины, которые также очень неполезно давать щенку, скажем так, передозировать или не додать, или передать, это тоже чревато. Мы однажды Борису маленькому переизбыток сделали, у него пошла аллергия, прямо вот потекли уши, прямо мокрые уши, все там испугались страшно. Это была всего лишь аллергия, передавали, перестарались, перекормили витаминами. Поэтому никто не запрещает, я уже говорила, ветеринарные врачи, так скажем, рекомендуют, если у нас выставочная собачка, мы готовим к выставке или восстанавливаем собачку после родов кормления. Днем сухой корм, потому что он сбалансированный, в свободном количестве, сколько съест, столько съест. И на ночь перед сном кусочек сырого мяса, поверьте, тот самый кусочек сырого мяса, которое ваша собачка съест на ночь перед сном, он ей восполнит весь необходимый, что называется, процент мяса в питании чихуашки. Чихуашка это не ротвеллер, здесь не надо полкило мяса, понимаете? Здесь 30 грамм на взрослую собаку в сутки, ребята, это очень мало. Поэтому если перед сном вы даете кусочек сырого мяса, утром по желанию, вот как Дайнерис у нас малышка, у нее зубиков не было, ей проще было с утра творожок, сейчас подросла, с удовольствием кушает сухой корм. Ваша собака будет по белку получать замечательно все, что ей необходимо, по кальцию также, вы можете, в принципе, конечно, я так не поступаю, потому что у нас всегда хорошо собаки кушают сухой корм, добавлять какой-то кальций отдельно для, скажем так, поставить ушки и так далее. Вот тема ушей и кальций, отдельный разговор про питание, про хорошие и плохие корма, я уже говорила, уже говорила, повторю, если вы будете кормить, скажем так, для того, чтобы питание было хорошим, не обязательно, ну, не важно, скажем так, Вам важно, чтобы этот корм усваивался у вашего питомца, для того, чтобы он усваивался, надо, чтобы в организме собаки были живые бифидобактерии, то есть для этого я даю сырые овощи своим питомцам, именно сырые, именно кусочками, потому что без добавления различных масел они не усваиваются, они проходят как транзитом через организм вашего питомца, но при этом в организме, в кишечнике образовываются живые бифидобактерии. Также при кормлении сырым мясом, как мне тоже писали, а можно ли еду со стола, но если вы питаетесь сырым мясом, можно, только в очень маленьком количестве, потому что именно сырое мясо вызывает вот этот активный рост живых бифидобактерий, поэтому, я сказала, дается это все на ночь, чтобы это все усваивалось, начиналась активная жизнь в кишечнике вашей собаки образовываться, развиваться, живые бифидобактерии для того, чтобы у вас усваивался сухой корм у собачки, витамины, другие, скажем, полезные элементы в рационе вашего питомца. Если же у вас что-то нарушено, то чем бы вы его не кормили, собственно, результат вы не добьетесь, не получите, надо, чтобы все усваивалось у питомца. А понять о том, усваивается или нет, вы можете по количеству фекалий. А много какашек, значит, как говорится, прошла еда транзитом, съели и выкакали, поэтому важно смотреть владельцам питомцев за какашками, как вы видите, по очень-очень многим причинам. Важно знать, что происходит с вашим щеночком. И если вы видите, что щеночек, например, худоват, то не обязательно это зависит с тем, что, скажем так, он у вас не доедает. Возможно, у него какие-то идут отклонения в организме по здоровью, надо это все проверять. Те же самые глистики, сдавать анализы, в конце концов. Все теперь доступно для нас. Пытаюсь в очередной раз Дайнерис познакомить со всеми остальными ребятками, потому что Дайнерис не хочет сидеть у меня в одиночестве на кровати, ей скучно. А здесь вот слишком большие ребятки. А там она кричит на кроватке, потому что я здесь. Про хорошие и плохие корма. Сейчас хорошими кормами считаются корма холистики. Холистики. Они бывают, я почему не называю фирму-производитель, потому что они бывают разные. Скажем так, холистик это корм, в котором нет каши, поэтому еда с вашего стола для собаки не подходит. Почему? Потому что собака не грызун, не хомячок, и в зерне она не нуждается, ей крупы не нужны. Овощи сырые, повторяю, вы можете давать в виде кусочков сырых овощей. Хотите, можете сделать в виде, я не знаю, с подсолнечным маслом надо давать, если хотите, чтобы усваивались овощи, если опять-таки будет кушать ваш питомец в том количестве, в котором вы ему даете. Опять-таки, мы смотрели на сухие кусочки корма, даже если это все размочить и увеличить в два раза, вот это количество пищи в сутки должен съедать щеночек вот такого возраста. Взрослая собачка кушает вообще один или два раза в день, то есть это еще получается меньше по объему. Ну, вот попробуйте это все сбалансировано представить себе в одной мисочке в натуральном питании. Сможете контролировать, регулировать и составить рацион своего питомца сбалансировано? Пожалуйста, если есть время, возможность. У кого нет такой возможности, кто работает, например, выручают сухие корма. Да, конечно, я не привожу в разряд самые дешевые корма. Их тоже, вот почему не называю фирмом-производителем, потому что их много, бюджетные, так скажем. Они есть, их даже рекламируют широко в разнообразных ветклиниках, они имеют право быть. Чем они плохи? Очень таким, скажем, скудным составом в целом по макро-микроэлементам, не по количеству белка. Вот как раз-таки белок в породе чихуа, он должен присутствовать в очень-очень маленьком количестве. Иначе у вас будет посажена печень и понеслось и понеслось, поэтому за белком в питании чихуа гнаться не нужно. Несмотря на то, что собачка, конечно, мясо едет, но все должно быть очень как бы осторожно с белком. Это вот если вы собираетесь кормить натуральной пищей, почему, говорю, сухими кормами удобнее. Переизбыток вот этого мяса, конечно, собачка будет мясо кушать с удовольствием, но его переизбыток может очень даже крепко навредить здоровью вашего питомца. В природе, давайте подумаем о том, что в природе собачка ест мясо вообще не каждый день, а может быть раз в неделю, когда ей удается поймать вот этого дикого зайца, добычу свою, и вот это скушать. Мы же собачек своих кормим каждый день, да еще и несколько раз в день, и достаточно в большом избытке. В природе животное для того, чтобы поймать эту добычу и покушать, проводит целый день в поисках этой пищи, догнать эту пищу, тратит много энергии. Наши собачки максимум, что сделали, 15-20 минут поиграли, повеселились и легли спать. Вот думайте, взвешивайте, все взаимосвязано. Сколько энергии тратит наша собачка, сколько она калорий получает лишние, откладываются у нас жировые запасы. Щенка перекормить, ну, теоретически, я не знаю, в принципе, только вызвать рвоту. А так, по факту, в принципе, щенок растущий организм, у него это все уйдет в игры, в рост, в развитие. Особо сильно перекормить щенка, очень сомневаюсь. Проще перекормить вот больших собачек, взрослых, которые уже, например, не растут, не бегают активно, не тратят свою энергию. Тех, да, можно перекормить. Поэтому дешевые корма, бюджетные корма, да, не хороши тем, что они пустые по составу макро-микроэлементов в целом, витаминов и так далее. То есть, вроде как набили животик собачке, а если это растущий организм щеночек, все необходимые витаминки он не получил. И там, скажем так, не в процентности мяса совсем. Холистики хорошие корма. Чем отличаются от всех остальных? В том, что в них не добавлены никакие крупы. То есть, там идет только мясо и только овощи. Вот и вся разница между, так скажем, другими кормами. В роял конин, которым я кормлю своих питомцев, входят и крупы, и мясо, и овощи, и разнообразные витамины. И я не говорю о том, что это самый лучший или худший корм в мире. Я вообще на сухие корма вот так не ориентируюсь. Я ориентируюсь на то, что мои питомцы все его едят. Вот это меня устраивает. О том, что 15 лет я кормлю своих собачек этими кормами. И беременных, и кормящих, и растущих. И как вы видите, ну, мои собачки взрослые. Тут тоже все присутствуют. Видно состояние их здоровья. И возрастные собачки. Тасеньки 12 лет, но она стерилизованная. И щеночки. Они растут исключительно на этом корме. И если бы уж очень такой плохой корм был, навряд ли у меня вырастали бы вот такие собаки. Моего питомника, которых я оставляю себе, уже не первое поколение. Это раз. Второе, скажем так. Вот их щеночки из поколения в поколение. Вы видите, например, Цериус и Цезарион и Энтони. Вот они выросли со щенка на этом корме. Их мама питалась тоже этим кормом. Что там не хватало в этом корме этим собакам, чтобы они выросли вот такими красивыми и замечательными. Какого там мяса им не хватало. Собакам 29-го исполнится год. Вот мы полностью выросли на этом корме. Его родители также. И Цериус и Цезарион, пожалуйста, живой, ходячий пример. На видеокамере с рождения есть эти щеночки. Как они росли и развивались. Исключительно на питании вот этим кормом Роял Канин. В котором, по выражениям комментатора, мало мяса вы экономите на питании своих животных. Ну, вот так мы сэкономили, что у нас выросли два вот таких, три красавца. Один из которых остается в нашем питомнике для разведения. Вот. Ну и, скажем, наша Юлюшка, пожалуйста, собачка, которая уже шесть лет питается этим кормом. Также со щенка рождена была в нашем питомнике и Викуся, и Дуся. Питаются этим кормом. Являются, Юлечка является мамочкой Энтони. Викусенька у нас является мамой герцога, где мой хомячок, толстячок, медвежоночек. Так. Одним словом, дорогие друзья, для меня, для меня конкретно, опять-таки, не подумайте, что это реклама. Я просто пытаюсь ответить также на комментарии гостей нашего канала. И, собственно говоря, наглядно ответить на комментарии гостей нашего канала, которые рассуждают на тему хороший корм, плохой корм. Для меня лично корм меня устраивает, потому что состояние моих питомцев, здоровье и, как вы видите, аппетит замечательный. Кушают все собачки этот корм у меня замечательно. Повторяю, не реклама корма, потому что нельзя рекламировать какой-то корм. Меня часто спрашивают, какой корм я считаю хорошим. Я считаю хорошим тот сухой корм или натуральное питание, которое подходит индивидуально вашему питомцу. Если он хорошо кушает, после этого у него хорошие какашечки. Если он при этом хорошо выглядит, если с собачкой все замечательно, значит, вы его правильно кормите. И это не обязательно может быть сухой корм, это может быть натуральное питание, если вы умеете правильно сбалансировать рацион вашего питомца. Опять-таки, совсем недавно мы ездили в ветклинику. Я повторяю, мы регулярно следим за здоровьем своих питомцев, так как это наши не только питомцы-любимцы, но и производители, племенные животные. Мы регулярно делаем не только УЗИ, следим за зубным камнем и все остальное. Мы сдавали кровь. Общий клинический анализ крови был сдан у Варвары и Масика. И по анализу крови мы также можем судить о состоянии здоровья нашего питомца, все ли в порядке с его внутренними органами. Если бы мои собачки после питания кормом Роял Канин были нездоровы, им чего-то бы тут не хватало, анализ крови показал бы также, уже, скажем так, не зрительно, а прямо клинически по документам, по ветеринарным анализам, что что-то в организме болит у собачки, что-то не так, и мы бы срочно начинали принимать меры. Иначе такая собачка не смогла бы забеременеть, выносить беременность, выкормить потомство. При этом вот у нас Тессонька только что откормила детишек, и как вы видите, не худая, ребра у нее не торчат. Веселенько, играет со своими детишками. Вот ее детишки. Повторяю, это Виконт, а вот рядом сидит Бонни. Да, совсем близко, вот снимаю двух мальчишек для подписчицы моего канала, которая перепутала, запуталась, кто из них Виконт, кто Бонни. Вот это у нас Виконт, а вот это Бонни. Бонечка завтра едет на прививку, Бонечке завтра 3 месяца, он на одну недельку, на 7 дней старше, чем Виконт. И вот они отличаются по размеру, по характеру, как вы видите, достаточно активные, боевые все ребятки, по здоровью еще раз, веселый, активный, бодрый щеночек, играющий, хорошо кушающий, хорошо какающий, без поноса, без разнообразных выделений, из носика, глазиков, там подтеканий, гноений. Больным, ну скажем, клинически больным, на данные 30-40 минут быть не может. Если у собачки что-то болит, собачка будет грустить, будет видно по состоянию внешнему собачки, как она выглядит, что ей плохо, что у нее что-то болит, но это видно, как и у людей, но не будет она веселой, активной, бодрой. Отдельный момент, конечно, никто не спорит, что кто наигрался, тот вот так вот очаровательно будет спать в момент, когда остальные играют. Поэтому еще раз к вопросу выбора щенка, когда все, я хочу приехать и выбрать живую, сравнить. Ну сравните, вот этот щенок наигрался и спит, он играл минут 30 назад, вот эти проснулись попозже, поэтому они играют сейчас, и как можно их сравнить, если вы хотите выбрать из вот нескольких щенков живую, в сравнении. Это щенок, его не заставишь по команде пойти поиграть, повеселиться, это к вопросу о том, здоровых ли щеночков мы продаем. Видеодневничок, вот наблюдение за нашими питомцами, я делаю ежедневно, и бывает по несколько раз в день, если вижу, что это такое смешное и интересное. Я не могу, повторяю, как-то тут подстроить, сшить там какие-то там, не знаю, как-то обмануть вас в том, что вот так они себя ведут, вот так они себя ведут. И вот такое поведение вот наглядно показывает, что собачка здоровая, понимаете, он не будет вот так вот тут вот бегать, задрав хвостик, и лаять, и тявкать, и ко всем приставать, если он будет плохо себя чувствовать, неважно от чего, может быть просто животик расслабило, болит, все равно он будет грустным. Вот это Виконт, он в продаже, вот это Бонни, он в продаже. Бонни у нас белокремовый, то есть он весь вот такого вот карамельного цвета. Виконт у нас белый, а у белого Виконта еще есть черные ушки и вот черные пятнышки, вот у попки и на спинке сбоку. В остальном он белый. Акрас Виконта не изменится, он не перецветет, он таким и останется. А вот акрас Бонни может перецветить в какой угодно. Хорошим примером является наш Тони, Энтони, который из белого щеночка перецвел в рыжего щеночка. Вот. Ну, как-то так примерно я постаралась, дорогие друзья. Вы уж меня извините, если я как-то скомкана и сумбурна, потому что на руках я держу, дай мерюсь малышку, чтобы ее не уронить, пускаю ее на пол, ее, видите, пытаются затоптать детки постарше. Поэтому, конечно, я пытаюсь и контролировать процесс, что вокруг меня происходит, одновременно комментировать, поэтому бывает одно и то же, повторяю по несколько раз, или сбиваюсь, начинаю говорить про корм, потом перехожу на другую тему. Ну, я надеюсь, что-то полезное в моем видео вы услышите и увидите, какие-то выводы для себя сделаете. Свои мнения пишите, пожалуйста, в комментариях. Если будут вопросы, также оставляйте в комментариях. Постараюсь на них ответить, опять-таки, лично по своему опыту и показать на примере своих животных. Вам уже решать и делать выбор всегда остается за вами. Кормить таким кормом, кормить другим кормом, кормить натуральной пищей. Вы вправе решать, как вам удобно. Можете вы обеспечить, есть у вас количество такого времени. У меня собачек очень много. Контролировать, сколько съела каждая собачка, очень тяжело. Поэтому как раз-таки в моей ситуации я дико боюсь перекормить или не докормить, если я буду кормить натуральной пищей. Если же у вас один питомец или хотя бы два, вы имеете право, вы можете себе это позволить, кормить свою собачку натуральной пищей. Если вы сможете сбалансировать ей рацион натуральной пищи, любое натуральное питание всегда на 150-250 тысяч и миллион процентов лучше, любого сухого корма, каким бы золотым и замечательным он не был. И речи быть тут никакой ни о каком замечательном сухом корме не может быть. В моей ситуации выход в кормление сухим кормом заключается в том, что я именно все-таки добиваюсь хоть какого-то баланса того, что у меня все одинаково сытые. Тут нет каких-то худых или перекормленных, больных или еще каких-то. Как вы видите, варежки уже 4 года исполнилось в этом году. Масику 6 лет. Они питаются этим кормом. Повторяю, буквально вот меньше месяца назад сдавали клинический анализ крови. Все в порядке со внутренними органами у наших питомцев, с печенками, селезенками и так далее. Кушают они только этот корм. Поэтому совсем уж так вот, знаете, критично... А, ну да, я забыла сказать, что я не покупаю его в зоомагазинах. У нас договор с фирмой Роял Канин, которая поставляет нам корм прямо с завода, с базы. То есть он не просроченный. Он не валялся где-то там, хранился на какой-то базе, где могли быть нарушены нормы хранения. Им корм мог прокиснуть или там еще что-то. Потому когда встречаются периодические отзывы, что где-то кто-то отравился кормом, и корм говно, и все такое. Поверьте, я тоже однажды покупала из зоомагазина, интернет-магазина, два мешка корма одинаковые. Ну, вообще одинаковые два мешка корма. Один был нормальный, второй плавал в подсолнечном масле. Нарушение хранения корма приводит к тому, что если ваш питомец прокисший корм, какой-то окисленный, все карма на маслах съест, конечно, он отраванется, речи быть не может. Поэтому вы также дома должны правильно хранить корм, не в тепле. Прощаемся, дорогие друзья, последние секунды записи. Запись сейчас прервется. Всем пока-пока. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марина Истик. Здоровья вам и вашим питомцам. Виконт кушает жилочку у нас. Горошек наш. Толстенький, маленький мальчик. Виконтик? Виконтик? Смотри, пожалуйста, на меня. Виконт. Виконт занят вкусняшкой. Виконт. Вах-чего, вах-чего. Все Виконты, все Виконты, да? Ой, у нас второй день МЧС присылает штормовое предупреждение ветра и бури. Если не будет выходить видео, значит, у нас нет света интернета. Продолжение следует... Продолжение следует...